Это проповедь, которая принадлежит только избранным. И я знал, что сегодня я здесь буду избранным. Поэтому в этой новой фазе моей жизни я решил, чтобы эта проповедь была, чтобы новый этап, новая фаза моей жизни начиналась с этим новым словом. Новое слово, которое потом пойдет по всему миру. Новое слово, которое потом наполнит посольство Божие. Новое слово, которое потом изменит культуру церкви посольства. И новое слово, которое изменит, может быть, культуру сосла Божьего на земле, пока Иисус не придет. Я планировал это слово говорить на апостольском. Но я решил все-таки и здесь. Потому что мне показалось, что здесь будут именно дети дома, именно сыновья. Поэтому, если кто-то уже поспешил и уехал, зря. Но прежде чем я начну говорить, я хочу сказать спасибо большое организаторам, комитету и, конечно, нашей ошаровательной Виктории Владимировны за праздник, который она организовала в 6 мое 45-летие. И спасибо всем служащим персоналам, которые здесь. И спасибо, конечно, пастору Боссу. Я знаю, что я вижу вашу почерк. И спасибо за весь комитет, за все, которые здесь. И спасибо за люди, которые истинные дети, которые присутствуют. Ну, вы и есть те, которые здесь. И я особенно благодарен вам. И вы, наверное, поймете, почему это слово избранное слово для избранных людей. Я увидел сегодня здесь пастора Владимира Русова, который только одному Богу известно, как он себя чувствует. Он вышел из Баницы и приехал сюда. Это меня затронуло до глубины душ. Невероятные усилия он продал, чтобы здесь быть. И когда я вижу подобные вещи, очень до слез трогают жертвы людей и спасутство Божьего. Поэтому я сначала хочу поблагодарить Господа. Поэтому, Господь, мы благодарим. Я благодарю Тебя, Господь, за этот потрясающий праздник, за этот день, который Ты сотворил. На радость и веселье нам. Спасибо за счастье и привилегию быть названным Твоим именем. Спасибо Тебе, Господь, за то, что когда Ты искал человека, чтобы остановить определенные слезы и определенные муки, Ты поехал далеко, Ты пошел далеко и остановился в селении, которое даже в карте собственного государства не обозначено. Я рос и ходил по этой деревне и долго задумывался о течение философии, которая преподавалась в университете, где говорилось, что крестьянство – это изобретение европейцев, чтобы порабощить Африку. И я думал об этом, и думал, моя мама верит в это христианство. Мы имеем церковь в этом селе. Но эти люди не грамотные, не знают, что это просто инструмент, что Бога особого нету. Даже если он есть, ему не до нас в Африке. Если бы он есть, если бы он был, он бы задумался о том, о том, как я мушусь в этой селе. Он меня не знает. Либо его нет, либо он уснул, либо он беспомощный, либо он Бог, который пропал куда-то. Как это Бог? Может быть, чтобы забить о страданиях людей, и в моем счастности. Я три раза в 13 лет хотел покончить с собой, потому что я думал, что Бога нет. Но именно этого мальчика, который так сомневался в тебе, так сильно, именно его ты обозначил, ты видел, ты пошекнул, ты избрал для великого освящения. Невероятная логика твоя, Господь. Дьявол хотел уничтожить это призвание, потому что ты знал об этом призвании до моего защития. Ты положил эту судьбу когда я еще был в утробе матери. И в 13 лет уже была судьба. Когда трагедия в нашей семье наступила, уже была судьба. Когда мы жили хорошо до трагедии, уже была судьба. Ты уже предвидел этот день. Ты уже знал, что этот особенный ребенок, что он избран для великого освящения. Когда у меня были сомнения, и отрисаны тебе, ты еще тогда избрал. Ты знал, что я избрал. Что я радиуса для тебя. Что ты меня упаковал на небе. На небе. И прислал, и прислал сюда для своей сели. А я думал о философии. А я думал о лжи, которые кормили наши молодежи в Африке. Что это выдумка. Кристианство это выдумка колонизаторов, чтобы порабощить Африку. Но теперь, поэтому я и не имею право обижаться на украинцев, которые думают теперь, что я уже посланник СРУ, чтобы порабощать Украину. Я был там. Я думал так. Я понимаю их. Спасибо тебе, Господь, что ты меня, когда я тебе даже не знал. Знал. Ты видел, когда я думал, что тебя нет. Ты слышал, когда я роптал. Ты хранил, когда я должен умирать. Когда я не был отца и не была матери, ты дал мне маму. Когда я не должен учиться, ты приложил дорогу и дал мне образование. Ты проложил дорогу и дал мне стипендию и потом поместил меня в твоем призвании. Ты чудный Бог. Как прекрасный ты, как чудные твои дела. Ты бесподобный, ты уникальный, ты единственный, ты обожайный, ты любимый, ты невероятный, ты бесподобный, ты любовь мою жизнь, ты сокровище моё, ты мой brillант, ты моё стремление, ты моя понятна, ты мой конец, ты моя начало, ты понятна мою жизнь, ты моя крепость, ты моя всё вау всём. Ты понятна, ты понятна, ты всё для меня. Ты реанее сейчас джем друга, ты реанее для меня тебя, ты моя живу, я вижу тебя каждый день, спасибо за эту шесть и привилегию, я люблю тебя, я обожаю тебя, я селую тебя, мой Христос, мой отец, спасибо за привилегию, знать тебя как друга, как сына, как услуга, слуги, как раба, спасибо тебе за эту привилегию, и спасибо за все новое, которые ты поднял возле меня, и спасибо за то, что ты мне уже показал 300 лет в период, спасибо за то, что ты довел меня увидеть до пришествия Иисуса Христа, что то, что мы сейчас делаем, протянется до того времени, спасибо что я спешу на встречу тебе, 45 лет я так спешу, я так хочу, чтобы эти годы побыстрее пошли, чтобы я мог с тобой встретиться, обняться с тобой, целовать твои раны, пригвозденные руки, ноги, спасибо тебе, Господь, что мне кажется, что я родился, что мне было 19 вчера, а сегодня уже 45 лет, значит, так же и мгновенно пройдет, и я буду вечности с тобой, спасибо за эту привилегию, небо ждет и манит меня, и это день пройдет напоминание о том месте, которое я больше люблю, о том Господе, которым я общаюсь каждый день, о котором я больше мечтаю встретиться, но до того времени ты мне дал кончан, наполненный сыновами, и спасибо, что ты меня не оставаешь там, где я был вчера, ты работаешь надо мной, ты делаешь меня лучшим, чтобы мы могли еще большего плода принести для тебя, слава тебе Господь, во имя Иисуса Христа, и веста Робо же скажет, аминь, я еще раз хочу сказать, что более важное слово, я не помню, когда я считал, это не проповедь, будет, послание, но до того, как я это расскажу, я должен вам рассказать предусловие, прищетие к этому событию, к этому откровению, слава Богу, что он работает над нами, и надо мной в том числе, я хочу вам рассказать предусловие к этому слову, слава Богу, что он нас не оставляет такими, как мы есть, и Бог надо мной работает каждый день также, и недавно Бог так жестко донес до меня этот урок, который я хочу донести до вас, что я понял, что раз так жестко Бог его донес это слово, то без этого слова наша скорость исполнения призвания не будет так быстрее, как мы бы хотели, но если мы примем это слово, если мы это слово сделаем плотью, то мы такой скоростью начнем исполнять наше призвание, что мы порадуем сердце отца. Кто из вас заметит, что апостол Тов не проповедовал на годовщине на этот раз? За два месяца до годовщины он потерял сына. Ему было 35 лет. Молодой человек, он решил пойти на второе веще образование. И он уже заканчивал. Май он должен защитить. А в марте, по-моему, или нет, в феврале, по-моему, умер. Январе умер. То есть он просто пошел в гости и сердце. 35 лет спосмейн. Маркос. Но, несмотря на это, после два месяца апостол решил приехать сюда к нам. И заехал в это время к пастору Руфосу. И когда он был у пастора Руфоса, он говорил, Бог ему сказал, вернись домой, потому что университет хотел организовать памятные поминки университет университет и он должен там пакатес не паката памятные лет твои сена и тебя нет и Бог ему говори вернись и как рат дак дашь. Но он говорил, пастор Сандея не поймет. Я должен пастор Сандея и пастор Пастор Сандея и он все равно поехал сюда приехал. Устали, он говорит, что похорон и так далее, но все люди приходят короче устали очень говорю, я хотел отдохнуть. Но когда он сюда приехал, я не была дома, но я на служении я бегал туда-сюда. И наши люди, наши мои помощники, администраторы посчитали, что он едет, потому что он ехал без жены. Они же не знали, почему жена не приехала, потому что жена не могла. Они видели, что он без жены приехал и что вы думаете решили, что ну раз у нас много гостей, давайте это как раз хорошо для нас. Мы сэкономим и поставим его на второй этаже маленькой гостинкой вместо того апартамента, который мы всегда ему даем. И когда он приехал, он должен послужить и уехать и пропустить похороны. Но он устал тоже этот докнот. И когда его привели в комнату и он увидел, что его не поместили там, где он обычно живел. И что в какой-то гостинке маленькой поставили его, он понял, он говорит, я не понимаю недоразумение, что происходит. Неужели потому, что я не послушался Богу, чтобы поехать домой? И он разъяснил что это не послушался что вот здесь это пастор Сандей и его люди допускают то, что называется на английском диск диск хана без непочтения, непочтения, допускали непочтение к нему как духовному отцу. И он решил со мне поговорить об этом и говорит, слушай, это для него подтверждение, что ему надо ехать обратно. Потому, как раз он попадет на похороны и на поминки и как раз он может отдохнуть. Но он решил мне говорить об этом, что он почувствовал. То есть как сын и мне рассказывал. Но он как раз у него в соседе в квартире он был не один, другой американец был с ним. И тот американец стал восьмую час очень сильно и позвал моих помощников и говорит, куда вы поместили пастора апостола. Апостол сам не смущался. Он такой благородный очень. Но вот этот американец очень сильно стал восьмую час. И начал говорить о том, что вы не посчитаете, допускаете непочтение к старшему человеку во-первых, потом духовный отец. А ты говоришь о чем непочтении. Один комната, только сосед другим человеком, только потому, что он экономит. Он же наш отец, значит, он должен понять, что обычно у нас так приятно. Если наш отец, если близкие, гости другие, они первый раз их надо принимать на уровне, а он, раз он наш отец, он как раз должен понять, покрыть нас. То это была логика, как мне объяснили. И я пришел, я услышал об этом ситуации, я пришел извиниться перед ним. и он посадил меня, а я встал на колени, чтобы просить прощения. И я попросил девушек тоже встать со мной на колени, чтобы просили прощения. А он говорит, в принципе, не об этом, но он говорит, давайте я объясню вам, что такое посчет. Но на английском это как слово шесть переводится. У достоин шестью мы говорим так. Но вот на русском нету такого очень сильного слова, вот это слово хана или шесть. Это не просто пощение, как уважают, посчитают. Это не просто пощение, это как военные шесть дают. Вот это такое слово. То есть такое слово на английском как понятие, что надо шесть во во время дворянских у нас тоже были, когда люди ходили вот так, когда шесть вали, когда навык родителям оказывались шесть. Благоговели, трепетали и благоговели, да. Вот на английском это значит уважать, посчитать, благоговеть и трепетать. Это все в одном слове шесть. Очень сильное слово. В одном этом слове. и но у нас в культуре это очень нам это странно. И короче, он стал мне, я стал, я думал, я всегда вообще-то человек шесть, все кто меня знал, я всегда уважаю людей, я всегда ищу способ как уважать, но я никого не поставил на педестал, ну так, кроме жены. Жены, ну апостолов, да, но я не понимал такого уровня, то откровение, которое я получил в этот день. Он не так объяснял, он так, ну он не в обиде, ничего, он простил, все, и так сказал, он даже дал нам определенные суммы денег, и он говорит, ну я должен ехать, потому что Бог сказал, не потому что что случилось, но я ему говорил, то, что вы не уехали, это ради откровения, то, что это случилось, мне девушки допускали эту проблему, это я допустил, это мой, это мой пробел, я говорю, пастор Сандей, весь мир говорит о пасторе Сандей, весь мир, я много действительно знаю, но вот это слово Хана, я никогда не понимал его так, как он говорит, мое понимание было на уровне почтения и уважения, все, ну вот так, а я сравнение с вами, я еще герой вообще-то, сравнение с русскими и с украинскими, мы вообще-то не знаем, что это значит, и кто из вас знает меня, то знает, что я стараюсь посчитать людей, но мое понимание это никто, ни с чего сравнение, во-первых, те допустили этот грех, но непочтение, беспочтение, в чем, если те знают, что есть определенные люди в твоей жизни, которые ты должен всегда посчитать, это твоих родителей, это сам Бог заповедовал, и на английском это слово, которое там использовано, не слово просто посчитать, отца и мать, на английском это слово хана, а это значит, посчитать с благоговением и трепетом, страхом, и благоговением, это то же самое слово, которое используется в отношении к самому Богу, благоговед и трепет перед Богом, хана вообще такого отношения не было, мне к жене шучут, но никому вот так, а он говорит, родители духовные и физические только такое отношение должно быть, он говорит, считай, я считаю, я понимаю, что в голове, в разуме, что написано, но у меня потом стал кризис, я сидел с ним от десяти вечера до полчаса утра, не только я, и мы говорили об этом, потому что я понимал слово, то, что он говорил, но мое понимание остановилось, я не понимаю, как это выражается, хорошо, я понял, но как это выражается, и я начал ему, ну, встал на колени, я встал на колени все это время, и прошу него, покажите мне, я хочу учиться, я хочу понять, о чем речь идет, что, что, как нужно было делать, и он стал мне такие практические вещи говорить, и я говорю, Боже мой, как вы меня терпели все 18 лет, я говорю, как вы меня терпели, он говорит, если я, апостол Тов, но должен, если мои родители, физически или духовные, если ты хочешь научиться, почтить, если твои, твои духовные родители или лидеры, только это отношение имеет отношение только к твоим духовным родителям, сарям, ну, вот таким, который, как написано, потому что это слово используется в отношении сарям, родителям, Богу и жене, вот 1 Петра 3, 1, 7, тоже это слово, почтить жены, как наследницу благодатной жизни, именно это то же самое слово, жена, родители, саря, Богу, а потом где-то еще написано это же слово в отношении друг друга, но вот это основные вещи, это люди, которые, и, короче, он говорит, ты не понимаешь, я говорю, я не понимаю, как это выражается, во-первых, ты должен сам поехать в аэропорт, потому что это не потому что никому поехать, вы уловили? Это по счету, это шесть, это если твой лидер или пастор, ну, отец, ну, приезжай, ты должен, то есть, я говорю, ну, а я думал, как я думал, вы знаете, кто прошел ретрит, у меня знаешь, как я думал, эффективности, результативности, экономия времени, дублированное, дело, мути, мути, дело одновременно, то есть, я всегда, никогда не делал то, что другие могут делать, подушать, но делегированные, и так далее, а он говорит, да, но ты живешь только системой, получайся, без Божьего, система должна быть в разрезе Божьих принципов, Божьей сенностей, и если Бог говорит в отношении почти родителей, чтобы долго жить на земле, у тебя, все твои системы должны быть под это, ты не должен, никто не может, я говорю, Божьи, Бог меня терпел 15, 18 лет, такой долго терпеливый Бог, я раньше сам поездил с Решатом Апостолатов, вот так, но когда у меня уже есть администраторы, офисы, это самое, я думаю, зачем мне это в смысле, я могу в это время проповедовать, это во-первых, это первый пример, второй, он говорит, когда родители, или отец, или человек, который, или сар, любой сар, заходит, твой родитель, непосредственно, твой отец, или родители, отец, шесть, требует от тебя, чтобы стать, ну, не потому, ему надо, ему не надо, просто стать, поприветствовать, дать шесть, я говорю, у нас, я не, я говорю, я понимаю, что люди делают иногда это, я тоже видел, что люди иногда это делают, но я просто думал, это просто воспитательность, ну, это, я, хорошая манера, он говорит, не, это не просто, хороший, а потом, когда он говорит, по аэропорту, я говорю, что я понимаю, что это протокол, такой требует, он говорит, видишь, у тебя проблема, протокол, ты это называешь, протокол, как положено, протокол, он говорит, я сейчас не говорю о протоколе, я говорю, протокол, это не от сердца идет, протокол, это форма, а я сейчас говорю о содержании, он говорит, я сейчас говорю об отношении сердца, я говорю о благоговении, благоговении не есть протокол, да, про благоговение протокол не засунешь, это протокол, это уже последствия, то есть благоговение и терапитание, это не есть протокол, это, это то, как отношение наше должно быть богу и а у меня это есть богу но не до такой спины где андрей степанович ушел ушел да зря ему и жена ушла да зря потому что вот у него я это видел но я подумал что это просто у него но маленькие сдвиги там маленькие то есть но у всех нас есть свои сдвиги это у него это есть благоговение такой да потому что он военный так далее в отношении ко мне но в отношении богу тоже если ты не умеешь посчитать то же самое если ты не умеешь бога любить но человека любить которого ты видишь ты бога не можешь любить которого ты не видишь и если у тебя нету по счету а я молюсь я делаю уединение я получал результат но бог терпел и говорю если ты не умеешь ты святы но вот людей которые ты должен посчитать вот так именно понимание это 6 ты не сможешь бога достойно посчитать я впервые кого я вспомнил это андрей степанович дома у себя не считает библию но стоит стоя так мы он на колене считает библию он к на колене молится перед бог вот это действительно благоговение я думаю что это передо мной он ну так он очень аккуратно он не но по-другому видео я думал но это так хотя я видел что это 6 какой-то есть благородство какой-то ответ у меня но я не понимаешь это есть понимание которую меня нет было посолство боже у кого я видел это 6 это посчет благоговение такой конечно у потопаева да ко мне по крайней мере у епископа я это видео мельник такая и куксенко потому что он военный наверно ему ближе это понятно то есть но вот есть очень может быть еще кого-то я не помню но есть вот так ты который это данные такое есть вот то есть это друг ну это необычно я не знаю откуда у них это они это взяли но вот у меня не было до такой степени у меня больше уважение было все-таки но чтобы вставать чтобы я я даже им говорился все вот допустим мои иностранные да но паспорт крис пришли мне голову паспорт крис допустим представляете себе я даже его не приглашаю из куэсси который cowboys а он просто слышит он вот нет я должен поехать я говорю зачем тебе тратить деньги он и он покупает билет для восемь человек 10 человек 20 человек потому что наш пастор пастор сандэй у него праздник или у него да ну день рождения или я говорю зачем тратиться ну я всегда не потому что экономии это просто я просто думаю что это нелогично но моя голова короче стала меня мешать получается а но прагматичного молодец прагматичность начинает включаться и это стало ну и я вспомню его паспорт крис всегда это делает степо как мы познакомились не пропустили ни одной годовщины причем с командой с подарками 6 и по 6 вот слова по 6 вот у алексей алексеевик что-то тут же такое есть но откуда у него я не знаю вот есть такие люди которые имеют у кого-то но я не знаю откуда-то у них это прошло это что-то есть но у меня есть уважение есть почтение но я не понимал до такой степени о чем вообще речь идет а потом я говорю дайте мне еще больше пример я хочу въехать в это я хочу въезжать в это я не понимаю он говорит я сам задал вопрос может вы сейчас сами не поверьте в это раньше я ездил в америку может быть в год восемь раз из эти восемь раз заезжал в апостолу тофу домой только один раз когда я его запланировал раз в году астане могу звони могу не меня программе не счастье уже стыдно сейчас раньше тогда было это прагматично я думаю что это нормально был сейчас уже мне даже стыдно вам это признаться в это а он говорит что если ты посчитаешь человека ты не можешь приехать в город не звонить и вдруг я вспомнил своего брата я не представляю себе родного я не не представляю себе что я приеду в москву и я ему не позвано я не представляю себе что я приеду в мигирю и радим не позвано где я утирал это тогда где ты куда ты это утирал а я это допустил эти вещи он говорит если ты едешь в город или в страну где твой лидер или твой пастор или твой отец это твое первое дело сэропорта даже до того не потому что есть планы как я думал не потому что программа какая-то там есть или что просто шесть дать шесть человеку о май гад то она то она вот вот это вот доктор андура станьте пожалуйста это друг лучший друг моего брата старше меня так как мой брат наверное на 10 лет и он доктор наук медицинской наук и он потому что значит что я пастор я младший брат на него как он камня относится я деду от него убегал я думаю что не надо я думаю что это было неудобно когда дададжи меня называют атец или вот владисплазгер атец плотинка атец его рискин и он хана я видела этапнион он я паякав москва бил сам москве он группы парад кебега и люди не знаю кто он такой это не просто кандидат наук это доктор я тоже готов это делать но я больше как протокол или как как вам сказать то что надо делать в это время я иду и тринет три месяца после того я только изучали ту тему что такое она что такой и он англический я все слово которое вы декна в словаре в эсеклопедии вы в интернете я все перерел все вы качал все и всю библию прошлошь прочитал и изучал слова арон на сегодняшний день я имею около 100 проповеду женат это я в шоке я по-другому дешево видит библию читать библию я в шоке я говорю господи как ты мог терпеть меня столько даже на апостолском я сейчас признаюсь в этом я признаюсь апостолу то в этом я говорю епископ сделал какой-то поступок и другие он сначала сделал он читал слова об осознании и говорил об этом а я стоял стороне говорю что он ему можно он отец посольство божье он епископ но я просто пастос людей я мне это не надо чтобы одно пускай он ушит потому что это надо пускай уши об этом потому что это для всех но пригодится но я думал мне это не надо я не буду об этом говорить пускай он ему это надо ему за 50 а неудобно короче скромность такая была а потом он стал на колени епископ сам а он старше меня я ему описал я я я я апостолу софи это рассказываю я говорю что всякий раз когда я хочу их поднять вот так горы и позвольте меня я всегда так внушу свое внутри я не понял что это у меня недоразвитие в этом плане я слишком откровенно говорю поэтому не векзете можете об этом говорить но это потрясение которое у меня было после годовщины тренинги лу мяблака коксу ойворо да уйди лени и зуша рту кайту тема и я библию и сус анашал паньяк подругом андре на пилук стал делать это паскли на время тоже приезжает покупая продукты кабинет дам мой начинай прикол отец я умер потому что у него отец умер и говорит что вы мой отец и начинай приводить я не парни мою думал он просто хороший парень потом когда я стал это изучать я говорю будь мой я понял теперь почему украина находился который находится потому что я сам стал украинцем не желаем ксарства потому что в африке это есть вот африканца у них все есть это я помню однажды вот сам с невест они были у меня дома и когда они уходили они говорили пастос они говорили помолите за нас я не стали на колени и там билл баканов и другие пасторы там били и потом когда они ушли они помолился за на колени но они такой благоговение стали мы тоже стоим на колени но они такие благоговение на колени принимали эту молитву я не знаю ты был там или кто-то там тоже бил что баканов после этого по мне король говорит пастор что то есть у эти африканцев чего у нас нет а вашу ты меньше он говорит посмотри как они молли как они принимали благословение от вас как они стали на колени но как они какую-то благоговение по моему этот антон тоже мне говорю об этом а других а другие африканцы которые у них есть парень от меня говорю что есть кафриканец какой-то у вас серку или 2 что который такой благоговение что у нас этого не мы это не знаем то есть то есть это и он не об этом говорит что у них такой благоговение к вам а мы просто говорим что это нас пастор но мы тоже уважаем но у этих людей что-то есть и потом я ему говорю что вот этот молодой человек 27 вот это станет пастор сам сейчас уже до пятиста человек у в церкви африканцев и других других из разных стран и на стран студентов а студентов мало же здесь чтобы пятьсот из них из может быть двух тысяч и пятьсот сделать членов церкви это такая благодать должна быть вот куда благодать приходит а мы пашем пашем по телеса вместе благодатью трудимся я хочу вам сейчас сказать моё первое откровение и понимание когда апостол уехал я каос я сейчас звону ему каждую неделю а раньше вы знаете как я раньше делал звони только по поводу но по по делу то ли праздник то ли но что-то в какой-то вопрос надо решать и так далее я говорю значит я могу вам просто звоню вот от ни с того ни с того ни с сего он говорит то что должен делать ну все это то что должен я говорю все конечно я все равно забил в расписание но это уже лучше потому что я еще не уверен что получится автоматически но я сел и три недели верил выкопал все я понял моё первое откровение что такое паштение в служении иисуса об этом я же вам говори сегодня ролл паштинами шести хана служение иисуса если вы не будете больше меня слушать никогда в жизни послушать это слова и это изменит наши результативность я поэтому пригласил вот молодых людей из москова клуба сюда потому что я увидел что у них это есть они здесь не должны быть ни по каким прикритериям потому что задаток иис будем теперь поговорить по-английски или не надо по-английски чулай спиками ищу расчурен контиры рощан тогда ты будешь читать металла я исход двадцать двенадцать пишите пожалуйста и отыщет ай это сами известное местописание исход двадцать двенадцать исход двадцать двенадцать почитай отца твоего и мать твою чтобы продлились дни твои на земле которую господь бог твой дает тебе еще раз исход двадцать двенадцать почитай отца твоего и мать твою почитай отца твоего и мать твою чтобы продлились видите как мечтаем мы не задумываемся мы не задумываемся мы не задумываемся посчитай отца и мать твою посчитай посчитай и детей следует это слово вы получите такое же отношение как они откровенные как я получите дай мне попить чтобы дни что чтобы продлились дни твои на земле это есть закон для земли для существования это условий для существования на земле дал нельзя существование на земле невозможно можно как нибудь существовать Но это будет всего лишь существование. Это не будет наслаждение на земле. Для всех, кто хочет прожить на земле, это условия выживания на земле. Бог знает, что он говорит. Следующее. Малахия 4.6 Малахия 4.6 И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Епископ, вот это откровение, которое Бог дал нам с этого апостольского спаста, оказывается, это точно Бог. Помните, что на конгрессе об отцовстве тоже точно Бог. Бог так сильно начал говорить. А потом, ну, Бенихим приезжал сюда, в страну, и какой-то пастор был из Африки, который я не воспринимал, потому что он слишком много говорит об этих вещах. Но у него крайность другая есть. Но когда он здесь был, он не о крайности говорил, он просто говорил об отцовстве. То есть век здесь. Бог, это последнее время. То есть последнее время, до пришествия Иисуса Христа, он обратил сердца отцов. Это правильно, Бог нас ведет. Он обратил сердце отцов, ну, сыновьям, и сыновей к отцам. То есть тема отцовства должна стать краеугольной темой для всех нас. И честно, пастор Виктория, когда вы всегда говорили, дом отца, дом отца, мне где-то всегда было неудобно. Потому что у вас это тоже почти не есть. Невероятно откуда. То есть какая-то дистанция, какое-то отношение у них другое. Я не понимал этот дом отца. Но сейчас я начну по-другому это видеть. Следующее место писания, как Иисус на это смотрит. Вот это то, что меня порвало вообще. Евангелие от Иоанна 8,49. Евангелие от Иоанна 8,49. Иоанна 8,49. Иисус отвечал, во мне беса нет, но я чту отца моего. Когда вы начнете ждать отца по-настоящему, люди начнут говорить, что вы бесноваты. Ты вообще, ты уже потерял голову. Дайди на Иисуса, так сказать. Это безумие для людей мира всего. Он о него так и говорит. Он говорит, не, но у меня беса нет. Это вы что-то не понимаете. Это вы что-то не понимаете. Но я как раз, у меня все в порядке. Я как раз в порядке. Я не бесноватый. Я, наоборот, послушайте, что со мной происходит. Что он сказал? Я чту. Вот это слово, чту отца моего. Мы часто с вами используем его? Не, я, по-русски, вы мне скажите. Мы часто по-русски говорим это слово? Если это слово, теперь поиследуйте это слово в Новом Завете, в служении Иисуса, вы будете в шок, через каждое слово. И говорю, Боже, где мы как мы оступили так далеко, как мы упали так низко, если Иисус одно какое-то, это то же самое, вот это слово, оно используется Иисусом так же часто, как слово любовь. Как слово любовь, как слово заповедь, и слово чтить, оно на одном уровне Иисус использовал. А у нас пропало вообще с лисикона. Вот почему пробуждение сейчас есть только в тех странах, где этот подсчет остался. Последуйте, исследуйте, только в тех странах, где еще есть трепет и благоговение, хоть сам, только там есть пробуждение. Европа уже все, подсчет, подсчет ушла, движение Боже прекратилось. В Америке еще осталось, где-то, но там, где она уже ушла туда, тоже движение Боже прекратилось. И там, где уходит, как в Америке, там тоже движение Боже уходит. Но поедете в странах Африки, Азии, но Южной Африки, где еще есть это очень сильно, там движение Боже сильно. Там, где Синей пошел, там, потому что написано, потом я нашел его. Я не знаю это наизусть, где Бог говорит в салмах, первый псарсв, короче, какой-то псарсв, говорит, то ждите меня, того я пошлю. Оказывается, небо ждит пробуждением, но движением своей славы, своей репутацией, своим достоинством, Бог не баштит, только те, у кого есть пашо. И агароте шо, и мы на троге сабо и слава. И Бог не так, потом открыли, говори слушай, грех, кайна, и ави, вы не ави, ликайна, грех, кайна, закручай за то, как в адном, он, он принес, же, же, он принес, же, жертву, авел принес жертву, и кайна принес жертву, они оба принесли жертву, и я до сих пор никак не могу уновить, но все же он не так сделал, только говорю, потому что он не живота убил, нет, отношений по счету не было, это был грех, но грех благоговения, отсутствие благоговения, у меня есть проповедь об этом, я использовал это слово, она, на английском, но я не понимал, о чем, 10 лет тому назад, я еще читал проповедь, это по поводу кайна, но на уровне откровения только, но на уровне практики, я вообще не понимал, о чем речь, еще раз считаю, вот это, что Иисус сказал, Иисус отвечал, во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня, на английском, вот это, я чту отца моего, слово следующее говорит, а вы не ждите меня, или вы, на противоположность, это бесчестите, да, это то же самое, да, вот, бесчестите меня, либо ты ждите, ты ждешь, 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 либо ты ждешь, либо, видите, мы насколько не привыкли к этому, либо ты ждешь, либо ты бесчестишь, одно из двоих звук, я говорю, я встал на колени, еще раз, перед апостолом, я говорю, как вы терпели, вы это все узнали, что это, он говорит, да, а я говорю, вот почему он такой благородный, я говорю, а как вы терпели, все эти, я думаю, что с ним происходит, он неужели не знает, он говорит, он сам не мог понять, что я не знал, я говорю, я здесь живу, никто это не знает, даже слова этого нет, у нас, почти странно, он говорит, Бог должен бы тебя оставить здесь, чтобы это откровение пришло до того, как церковь могла пойти на новый уровень, Малахия 1,6, Малахия 1,6, Сын чтит отца и раб господина своего, если я отец, то где почтение ко мне? еще раз скажи, Сын чтит отца, что? Сын чтит отца, еще раз, Сын чтит отца, Я не слышу, Сын чтит отца, первый раз я понял, то, что имел в виду, когда Таташа говорит, я это всегда не воспринимал, ненавижу это слово, тупое послушание, оказывается, все, если отец, и я ему говорю, что еще апостол Толфор, какие еще примеры, он говорит, если отец говорит, Сын должен мощать, и слышать, где это, ну, где это написано, я говорю, протокол играет, он говорит, не протокол, это, я думал, где это, ну, а я думал, я у него спрашиваю, а где это протокол, чтобы я мог, знаете, я говорю, закон, законы путаводителя, как Рису, а те, до того, как дойдет, чтобы я тебе, по каким-то протоколам, он говорит, нет, это, ты должен получить, ты должен внушить, себя, это, когда отец говорит, Сын должен мощать, и смотреть в рот отца, и не говорить, ну, в другом месте, или болтать, или, ну, валять дурака какие-то, или что-то, ну, по телефону говорить, или что, это есть то, что Иисус говорит, а вы без, как? без, без шест, без шест вы уйти, или как? без шест, без шесты ты уйти, а вы без шесты ты уйти, да? леша это шест, wow, леша это шест, значит, себе я тоже леша это шест. Фух, а кто еще, должен делать, а те, а я думал, что я думал, я вам сейчас, между нами, да? Я думал, ну я же, уже 10 лет или сколько, мы даем десятину из церкви, ну, от себя, мы всегда приносим апостола Трофа. Были несколько лет подряд, когда мы в год давали ему, наверное, где-то до четверть миллиона долларов. В год, в десятину это самое. Я думал, ну, это достаточно, ну, это же что, я так что, я думаю. Да, он говорит тоже об этом, а я думал, что это уже все, этим все сказано. А он говорит, нет, это тоже, он говорит. И я потом это нашел. Физически, это одно из, молодец, это одно из. Дети должны, он говорит, даже если у тебя 10 копеек, ты должен взять копееку и говорить, папа, мама, вы меня в госпитале. Все, что я имею, я обязан вам. Ты должен, а если я бедный, даже если ты бедный, еще из бедни, ты должен это делать. Через это Бог тебя поднимет. Если я, как там, сын должен. Сын должен. Сын должен. Сын чтит отца. Все. Это не обговаривается вообще. Должен. Сын должен чтит отца. Этим все сказано. А я понял, что я это делаю для своей мамы. Или своей, ну, родители, жены тоже я это делаю. Как зарплату я им даю, выделяю каждый месяц. И я делаю это в отношении духовного отца тоже. Но это больше как пороженное дело, я делаю все. Все, это вообще не оспаривается. Помните, епископ, я настаивал, вы сказали, что это правильно, чтобы наши церкви приносили десятину. Это хорошо, нужно, чтобы они участвовали в проекте церкви, в центральной церкви. Они ждут, они должны это делать. А я говорю, нет, пускай это будет добровольно. Я теперь каюсь и перед вами тоже. Потому что в нашем посольстве Божьем мы не принимаем десятину от наших людей, которые под нами. Потому что я всегда говорю, нет, пускай это будет необязательно и не финансовые отношения нас связывают. Нет, если человек не дает финансы, он не штит, он не сын, он не розовый никогда же. Я еще каюсь перед вами тоже, потому что это не ваша вина, это моя вина. Потому что это я так ставил вопрос. Я думаю, что это как кому-то открыто, но это просто добровольно, короче. Я каюсь. И столько, сколько лет епископ, я флайса епископом, я это мешал ему, это довести до конца. Потому что я не понимал епископ. Теперь нам все это придется сейчас разгребать. И все это восстанавливать. Сын должен что? Чтить отца. Что? Это той главе, где он говорил о десятине. Потом он пишет дальше. В этом же, ну, считай до конца этого стыка. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я отец, где почтение? Потом он уже на третьей главе стал говорить о десятине и так далее. Все, это форма почтения, ты должен чтить. Все. Если я отец, то где почтение ко мне? Все. Он сам установил, сам Бог установил это. Все, десятине только как все. Причем из благоговения. Я каоса перед апостоль Троф. Потому что я думал раньше, что я делал, ну, ну, одолжение какое-то. Ну, то есть, башой, десятина, да? Ну, жест. Как будто это жест от меня. Я говорю, Боже, я потерял свои награды. Сколько уже потерял, я не знал. Я же терял награды таким образом. Если у меня... Ну, не думал так. Я себе браганил этот миск от себя. Но где-то, но чуть-чуть где-то там было. Оказывается, это мне надо было. Ах! Чтобы Бог не бесчестил меня. Боже мой. Господи. я помню как андрей иван и так далее они приезжали шестили обувь но одевали глади лицом но я просто но это потому что у них служение помощников и все они сами организовывали это потому что у них служит нет это просто шесть павелий нас господь мой первый урок у иисуса относительно шести первый евангелие от иоанна шетерина сесим если бы вы знали меня то знали бы и отца моего я же это сын должен знать свой ватсов слушать так смотрите считать из иисуса он всегда так заявляет об этом помните ребята как иисус относится к отцу послушайте как он сейчас говорит отца моего отца моего теперь пастор епископ я каюсь еще раз о том что слова отец я оттуда препятствовал это я препятствовал и я но это каким-то образом уходил от этого потому что я всегда думал ну неудобно нет у нас только отцовская церковь осцовская церковь сегодняшнего дня потому что только таким образом мы сможем воспринимать богатца все у нас только это одно отношение только осцовская церковь отношения да я знаю что владислав всегда мне это говорит но я не понимал только осцовская церковь отношения сын должен знать отца это обязательство моё а я знаю моих людей мои пастор которые боятся меня ну пугаются приближаются ко мне нет сын должен это его обязательство это его ну обязанность сын должен знать отца читай дальше пожалуйста до читай до один из два стиха если бы вы знали меня то знали бы и отца моего и отныне знаете его и видели его филипп сказал ему господи покажи нам отца и довольно для нас иисус сказал ему столько времени я с вами и ты не знаешь меня филипп видевший меня какой иисус огорчился он знал его как иисуса он знал его как учител он знал его как рад равен равен но раби а он знал его как господин учител но он не знаю как отца иисус так огорчился что значит видевший меня видел отца как же ты говоришь покажи нам отца разве ты не веришь что я в отце и отец во мне слова которые говорю я вам говорю не от себя отец пребывающий во мне он творит дела верьте мне что я в отце и отец во мне и если не так то верьте мне по самим делам все его усилия иисуса в том что если вы говорите что вы со мной уходите но со мной вы мои ученики вы следуете за мной вы должны познаться все сын должен знать отец отца сын должен знать это твоя обязательство ты должен прилагать усилий ты должен делать что угодно поэтому я звонил апостолу тофу он серпи он дома он где я говорю бери дайте мне все ваши телефоны я ему сейчас в обязательном порядке неделю не должна пройти чтобы я ему не звали что мне я сказал мне ничего сказать просто все я должен сын должен знать и он начал мне рассказать вот такие вещи каждый день когда я звонил я говорю боже мой сколько я терял второе и мой урок у иисуса по поводу почести и счастье евангелие от луки 9 28 после сих слов дней через восемь взяв петра иоанна и якова зашел на гору помолиться дети сын должен стремиться битвост ли отца это как я и поехал в америку даже не звону не то что приехал а он мне сказали слушай если ты действительно женщина век шести человек шести тебе каждый раз если тебе восемнадцать шестьсот восемнадцать поездок в америке в год каждый из восемнадцать раз ты должен приехать в саншалахатсу я говорю боже мой мой я не в плане я панику дарюса я говорю слава тебе господи я вообще никуда могу пока ехать я говорю все мои снимают меня это самое я доправляю в одно короче вы уже знаете куда я иду я то не понимаю я думаю что это неразумно неразумно не целесообразно видите умным стал нерационально умными стали оказывается сын должен стремиться это должно быть твоё стремление читай дальше и когда молился вид лица его изменился о если бы они не стремились без ним они не были с ним там они не беды не переживали славу есть определенная слава отца который на тебе не перейдет пока ты не будешь стремиться битвост ли помните история Иисуса Навина и Моисея он стоял там 40 дней возле Моисея он не оторвался от него помните ситуации Елисея и Илья он не оторвался шесть шесть дает человеку стремиться без отца и никто тебя не может отбить охоту это как мне однажды сказали епископ или кто-то что от вас пастор никто меня не отбьет пускай меня все прогоняют палками я никто от меня от вас меня не отбьет враги и друзья никто не отбьет это то что и когда молился вид лица его изменился и одежда его сделалась белую блистающую и вот два мужа беседовали с ним которые были моисей и илия явившись во славе они говорили об исходе его который ему надлежало совершить в Иерусалиме петр же и бывшие с ним отягчены были сном но пробудившись увидели славу его и двух мужей стоявших с ним спасибо теперь евангелие следующий пункт третий пункт евангелие зима наши тринадцать двенадцать истинно истинно говорю вам верующий в меня дела которые творю я и он сотворит и больше сих сотворит потому что я к отцу моему иду и дальше и если чего попросите у отца во имя мое то сделаю доброславится отец в сыне видите у него была такая уверенность в отце что ради меня отец что угодно сделать для вас ради меня от моего имени обратиться то есть он имел уверенность в отце уверенность в репутации отца он имел уверенность поэтому я это на английском и в авторитете отца он имел уверенность но счастье отца в характере отца он говорит вот если вы от моего имени отец вам даст если вы отец вам это сделать отец мой отец но от моего имени вы больше сделаете потому что я иду к отцу отец мой пож המs pazimony 오aami ters выполнить вам это сделать отец отец мой это сделать вы почистите меня вы последните отец мой в отдасе это самое в в Son auch Am Mabκαhan это самое какие cosine тот а сему у него такая уверенность что отец зелен потому что репутации отца в характера со достоин вас вы уверенность такая сумасшедшую во что такое sabem это я уже у иисуса говорю я это все убедил я думал это только иисус того и если даже у Иисуса только такой, я же его сын, я же его последовал, я должен стремиться быть такой как он, именно когда сын имеет такое отношение к сыну, дела которые я делал, я как сын, тогда сделай такой сын, что деса из на меня приходит в жизнь людей, которые умеют считаться, отец даст им делать больше работы, больше дел, чем он делал, только потому что они умеют считаться, потрясающе, еще двое истина, еще двое урок, который я научился, евангелие от Иоанна еще 13,13, еще 13,14. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Чтобы прославился кто? Отец Сыне. Сын ищет славу Отца. Сын, он только ищет все, что может прославить Отца. Он делает и ищет все, что может прославить Отца. Сын ищет и сам делает то, что может прославить Отца. И когда некоторые люди выступили сегодня с апостольского, по-моему, Милия Анатольевна, еще кто-то, я вспомнил, я это все где-то проскачивал, кто-то говорил, пастор, это не моя церковь, по-моему, это Лариса Новокликтура, это ваша церковь, которую вы мне доверили. То есть, сын ищет славу отца. Я всегда слышал, как Потапаева всегда это говорила, но я думаю, ну, она уникальная, может быть. То есть, но вот все сыновья должны так себя вести. То есть, он ищет, не себе славу принимает, он ищет славу отца. Следующий урок, который я у Иисуса. Слушай, если сам Иисус такой был, я говорю, где мы были, где, мы что-то спали или что-ли? Евангелие от Луки 2, 40. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Это настоящий сын, идентифицируясь с отцом публики, публичное прославление отца. Он идентифицируясь с ними публикой. Или на публике, мы говорим? На публике. То есть, он сын должен идентифицироваться. Я сейчас слышал, первый раз я слышал, как форез говорит по-русски, выступает. И сегодня я стою, говорю, что мой отец, мой отец, что-то мне вдруг стало приятно. Это настоящий отец должен быть на публике выступать и говорить об этом. Идентифицируясь с отцом публично. Следующий. Евангелие 10, 29. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Какое я сказал? 30-е? 30-е тоже. Я и отец одно. Я сколько раз это слышал сегодня? Кто-то тут же это говорит? Я и отец одно за одно, что-то такое я слышал. Да, Спасер Сандейс за одно. Вот это то, что Иисус говорит здесь, да? То есть, как я это назвал? Отец мой, 29-е, считай. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Спасибо. Отец мой, который дал их, что? Мне. Сын осознает, что все, что у него есть, это благодаря отцу. Вы пишите это. Он себе не приписывает ничего. Это кто-то мне это сказал недавно и говорит, слушайте, даже пастор Сандей, по-моему, кто это говорил на ретрите, по-моему, Степанович. Он говорит, даже если вы никогда не дали мне копейки, никогда не были у меня в церкви, даже не дали мне одного человека, чтобы начинали. Даже я не считаю, благодаря тому, что я от посольства Божьего меня взращивал, где-то другое я бы не имел. Все, что я имею, я бы не имел. Это тоже самое, как... То есть, если вы меня... Ну, я бы сказал, или кто-то сказал сегодня, или пастор Надежа, или кто-то все говорили. Если бы мы не дали, не обрушали, не родили бы, не дали бы путевку, мы бы вообще ничего. Ну, а мы это забиваем, шаста. Мы это шаста забиваем. Вы кто из вас знаете, чтобы шаста забиваем? И тогда приходит гордость. А сын, чтобы не попасть в эту гордость, он никогда за себе вообще не говорит. А сын, что я имею, сам Иисус, а ты, а он тройса. Иисус, я сын, бог, атец, бог, сын. Он бог тоже, он равна в роде бе. Но представьте, как у нас шучу, он радина, сетапсо, где-то дали. Не радисебе, а он тройсе, боже сва. Он сын, что дали на земле, как пример для нас дока. Он говорит, все, что я имею, все, что дал мне отец. Он постоянно о нем говорит. Это отец дал мне это. Это благодаря отцу я имею это. Это благословение отца действия во мне. Это не я что-то делал. Это когда-нибудь это появится у нас посольство Божьей или нет? Следующий урок. Евангелие от Иоанна 14.28 Кто из вас теперь уже точно поверит, что по сессону изучали эту тему? Я три недели рел все, что можно толкали. И я в шоке, как будто я бы Библию никогда не читал. Евангелие от Иоанна 14.28 Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к отцу. Если бы вы любили меня, вы бы обрадовали, что я иду к отцу. Отец! Потому что что? Ибо отец мой более меня. Вау! Поэтому, если бы отец меня позвал, вы бы обрадовались, опустили бы меня с радостью. Потому что величие зовет меня. На английском написано, ибо отец мой величие свиней и более достойный славы, чем я. Поэтому вы бы обрадовались, что я к нему иду. Он, ему вся слава, ему все принадлежит. Сын превосносит отца. Превосносит отца над себе. Над себе. Он постоянно пощеркивает превосходство отца. Сознательно, целенаправленно. Иисус, можно сказать, рассердился на этих людей за то, что они огорчались, что он уходит. Он говорит, что вы что? Вы что? Вы что? Вы что? Я не знаю, что я иду. Вам надо надбаровать. Он пощеркивает влаца. Мы даже сегодня, парой, мы даже в Иисусе упоминаем все только о себе. Не то, что об отце. У нас проблема. А если мы человека не сбудем, не можем, но вот так ждать и счастливать, тем более Бога, которого мы не видим. Следующее. Первый Коринфянам 16.1 Второй. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Но она, или счастье, или по счету, выражается также финансовый эквивалент, измерение. Если мы посчитаем отца, мы финансами будем служить. Представьте себе, зачем Богу нужно было сказать, хорошо, вы можете есть все в этом саду, но только это не есть. Это дайте мне. Он ищет их, он ищет счастье. Они ждут меня или нет. Они будут. Зачем он поставил это завет там, или заповедь там? Только это, это вопрос счастья. Зачем он говорит, принесите мне 10. Он очень знает, на сколько у нас счастье есть. Финансы, которые мы посчитаем отца, отцу, отцу и так далее, показывают на сколько мы стим или не стим. Следующий. Стим или стим? Стим. Стим. Следующий. Десят или сколько у нас? Девят или десять? Девят. Окей. Евангелие от Иоанна, 14, 31. Но чтобы мир знал, что я люблю отца, и как заповедал мне отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда. Потому что, для того, чтобы мир узнал, что я люблю отца, потрясающе. И потому что, чтобы мир узнал, что это он мне заповедал, для того, что я делаю. Я хочу, чтобы мир знал, что не я самозванец, что отец меня послал. Что он мне дал заповеди, которые я приношу. Следующий пункт. Субтитры делал DimaTorzok Он хочет доказать свою любовь к отцу всему миру. Как? Движимый. 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 Еще раз скажи. Сын движим. Своей любовью к отцу. Он хочет доказать свою любовь к отцу всему миру. Еще раз. Он хочет доказать свою любовь к отцу всему миру. Он хочет доказать свою любовь к отцу всему миру. Он хочет доказать свою любовь к отцу всему миру. Он хочет доказать свою любовь к отцу всему миру. Он хочет доказать свою любовь к отцу всему миру. Он хочет доказать свою любовь к отцу всему миру. Я говорю, Боже мой, я вообще тебя не стил, отпустился, уединение, но это все, Боже, как протокол уже превратилось. Я говорю, все, я начинал христианскую жизнь по-новому, мою. Я говорю, я сделаю все, чтобы все, которые подо мной, знали и Бога вот таким образом, как Иисус его знает. Вот таким образом. Уже заканчиваем. Следующее. Сейн, я так и не, я забыл написать, это местописание, но вот здесь пишите. Сейн, это Иисус, это много местописаний. Сейн всегда ищет доказательства, чтобы не оправдать, а или to justify, to утвердить, делаться. Он ищет, он подбирает, он собирает факты, доказательства, чтобы утвердить, чтобы подтвердить дело отца, волю отца. То есть, он делал чудеса, допустим, он говорит, я пришел не исполни свою волю, но волю отца поздравшему меня. И говорит, что чудеса, которую вы видите, это потому что отец, я исполнил волю отца. Вот подтверждение вам. Он подтверждение ищет. Ну, ну, доказательства волю отца. Он доказательства. То есть, потому что действия отца не всегда люди понимают. Даже дети не всегда понимают действия отца. Но ценовая, эти объясняют действия отца своими доказательствами, своими фактами. Но понятно, что я скажу или нет? То есть, они на то и ценовая. Что они дети не понимают, рабы не понимают тем более, рабы вообще не понимают ничего. Но сыновья, они не находят упреки, не находят, вот как вы сам сказал, не находят доводы, чтобы сказать, что вот он не прав, я тоже не понимал, что он... Что бы он так сделал, а? Ну, как он мог себя так вести? Ну, я-то не понимаю, я без акции не вёл. Он так не говорит. Он говорит, давай найдём объяснение. Давай найдём доводы. Давай найдём доказательства. Он ищет доказательства действия. Объяснение действия, факты для действия. Как? Это другой исчез. Это, да. Это здесь он оправдывает через факты. Он объясняет. То есть он говорит, посмотрите, делабори. Вы не верите мне, что я делаю отца, что я делаю отца. Посмотрите то, что отец через меня делаю. Не я делаю отец делаю. Посмотрите, верте в него. Вы не верите, вы верите в него. Потому что вот эти, видите, чудеса эти, которые были. Видите, дело, которое происходит. Вот он... Обоснование, да. Аргументирует действия отца. Он находит аргументы. Как? Проявляет через себя. Через себя, да. Он... Но, аргументы, доказательства, дополнительные доказательства доходят для действия отца. Чтобы люди могли понять отца лучше. Слушай, следующий пункт. Иисус сказал им, если бы Бог был ваш отец, то вы любили бы меня. Видите, как он говорит. Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня. Представьте, кто у нас наполненный в церкви. Какие люди. И мы виноваты. Я виноват, потому что мы не ушли от этого. Я не ушли от этого. Вы бы... То вы любили бы меня. Дальше. Потому что я от Бога ишел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. Вау. Слушайте, напишите следующее. Семь. Прославляет отца. Приносит славу отца. Прославляет отца. Ищит славу отца. Если бы отец мой был бы ваш Богом, вы бы любили меня. Он свои дела прославляет отца. Он через... Он... Он забошен. А забошен прославлением отца. Давай я напишу, как я... Я прошу, как я написал здесь на английском. Сыны прославляют своего отца перед другими людьми. Не важно, какие несовершенства есть у его отца. То сын всегда ищет какие-то успехи, какие-то совершенства, какие-то лучшие качества. И превозносит их перед людьми. Рассказывает о них всем людям. Но кто-то сказал сегодня о ное. То есть сын ищет достойные характеристики или качества отца. И только об этом он говорит публике людям. И хвастается этим. Какие бы ни были другие несовершенства, слабости отца, он не замешает, потому что он не хам. Он не замешает, он не видит, он не достоинство отца. Это не его дело. Это не его приз... Это не его дело. Его отец. Отец того отца увидит. Или Бог найдет способ. Это не твоя миссия. Это не твое призвание корректировать отца. Выявлять недостоинство твоего отца. Это не твое призвание. Никому Бог это не дал. Это то, что хам на себе взял, на свою голову взял. И заплатился за это. Очень сильно. Следующее. Иоанна 5 глава, 19 по 20 стихи. На это Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо то, что творит он, то и сын творит так же. 20 стихи. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. И покажет ему дела больше сих. Так, что вы удивитесь. Он говорит, сын не может ничего от себя делать. Как это? Он же второе лично сможет свой. Он не может. Только то, что отец делает. Короче, я сам не то. Я сам ничего не делаю. Только вот он тут делает. Как это называется? Он, на английском это называется deflect praise. Он отклоняет славу. Или направляет. То есть на него направляет славу, да? Или комплименты, или что-то. А? Как? Не, не, не. Допустим, вы меня увалите за что-то, да? Я говорю, спасибо, спасибо, очень благодарен. Но вы знаете, почему? Благодаря кому я это? Откуда у меня это? Вот. Меня то научил. Перенаправляет славу, да? Или как это? Перенаправляет славу на царь. Это понятно, нет? То он говорит, хорошо. Вы думаете, что я такой красавец? Я это когда-то видел. Были шведы здесь. Вот шведы, они слово жизни, церковь. И там есть Ульф Экман, их старший пастор. И это... Ну, это меня уже просто раздражало так, что я уже не знал, что... Оказывается, это я не понял что-то. Я не допонимал. Потому что это был такой второй у них там, его зовут Калл Густав, кто-то знает. И если он будет считать 10 проповедей в день, он 10 раз скажет, я всего лишь помощник, сын моего старшего пастора Ульфа Экмана. Это все, это его слава, это его служение. Он доверен мне. Это 10 раз в день, я говорю, уже ладно, один раз хватает, но... Оказывается, что это я что-то недопонимал. Я говорю, ты же сам крутой. Он говорит, я бы не был крутой. Мы забываем откуда. Человеческая плот, легче сказать, что это я сам уже крутой. Но Иисус, он не подался. Но вы знаете, кто подался? Люсифер подался. Потому что слава сладкая. Люсифер подался. Что это я сам крутой такой. Следующий пункт. Евреям 5.8 Евреям 5.8 Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Представляете? Бог позволил Иисусу пройти страдания. Это не Бог в его силе. Бог всегда исправляет отца. Бог всегда исправляет отца. Аминь. Как я сказал? Сына. Отец всегда исправляет сына. Отец всегда ругает или не ругает. Исправляет, да? Какое еще слово? Кого отец любит, того он наказывает. 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 Сын всегда... Аминь. Отец всегда наказывает сына. Отец всегда исправляет отца. А, сына. Отец всегда исправляет сына. Всегда наказывает. И, но, шо мне здесь достоинство? Сыновья, настоящие сыновья, они с благодарностью и благоговением и с благодарностью воспринимают корректировку и коррекцию отца. Написано в Салме, что пускай праведник исправляет меня, пусть ударит меня в шику. Это будет как елей на голове моей. Они вот благодарят. Кого отец любит, того доказывает. И сыновья благодарят отца за исправление их. Отцы исправляют сыновей и сыновья благодарят за исправление отца. Потому что они видят это как знак любви. Следующее. Сын заботится о старости отца родителей. Евангелие от Иоанна 19, 26. Это то, что мой брат его не сказал. Семь. Смотри на мат, смотри на сына своего. Когда Иисусу пришло время уйти на небо. Но когда он понял, что он умирает преждевременно, он позаботился, чтобы о Марии была забота. И он отдал Марии Иоанну, любимому ученику, и говорит, что теперь ты будешь сыном для нее, а он будет для тебя мат. Она будет для тебя мат. Иисус, увидев матерь и ученика, тот стоящего, которого любил, говорит матери своей, Жена, се, сын твой. Потом говорит ученику, се, матерь твоя. И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Давайте это будем делать. Я наши духовные родители, я наши физические родители. Вы поняли все? Следующий пункт. Евангелие от Луки 26-й, с 1-го стиха по 6-й. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг пристали перед ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица своих к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее. Сыновья, видите, как они сделали здесь, настоящий сын, ждет память. Память. Сыновья ждут память отца. То есть они установили его памятники для отцов. И они сохраняют память. Вот, можно поправить на слово. Сохраняют память. Видите, Иисус умер, они это самое, но они пошли в его гроб, они поубрали, они позаботились о гробе Иисуса, хранили его, и так далее. Сыновья, они заботятся о памяти. О памяти. Отцов. О памяти. Вы знаете, мы с вами, неважно, мы верующие или не верующие, если мы не постигнем этот урок, Бог знает, что мы уже с вами стареем чуть-чуть, мы уже скоро, но наши дети начнут вот так к нам относиться. Наши дети не поймут, если мы не научим это. Физически тоже. Вы знаете, что я понял? Нам с вами нельзя говорить о себе, о своем служении, о своем успехе, о своих достоинствах, о своей славе. Только о Боте, это разрешено говорить, как Иисус. Мы перенаправляем славу. Сохраняем память, храним память, верней отца. Последний пункт сегодня. Евангелие от Иоанна 8, 48. Нет, я уже читал. Давай, 12. Евангелие от Иоанна 12, 27. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глаз, и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил. Нет, нет, все. Сен, настоящий сен, идет на муки и страдания радиация. Терпит, лечение, страдания, и что, безчести, позор. Надругайтесь с вам, чтобы кранить честь отца. Спасибо вам всем.